Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Катсинлайв! У меня в гостях Леонид Александрович Радиховский и мы с Леонидом Александровичем сегодня вновь вернемся к фигуре Алексея Навального, тем более за последние несколько дней Леонид Александрович дал много интервью, посвященных напряженности, которая сейчас снова возникла между Украиной и Россией, поэтому я решил все-таки разбавить эту тематику Леонид Александровича и поговорить о фигуре Алексея Навального, тем более мне кажется, что она не теряет своей актуальности. Здравствуйте, Леонид Александрович! Добрый день! Леонид Александрович, вы, я уверен, наблюдаете все то, что сейчас происходит вокруг Алексея Навального. Он каждый день создает какой-то информационный повод. У него достаточно активная такая группа поддержки, естественно, среди адвокатов, среди эмигрантов, которые относятся к фонду борьбы с коррупцией. Очень-очень много информационных поводов. Вот как в прошлом политтехнолог, как в прошлом пиарщик, как вы вообще оцениваете его стратегию? Она выигрышная, она успешная? По-моему, бездарная абсолютно. Разменивается на мелочь. Суетиться не надо вообще, суетиться под клиентом это не очень выгодное занятие. Поводы должны быть, если ты претендуешь на то, что ты лидер оппозиции, а он претендует, естественно, именно на это, ну что же еще? Ну, если ты претендуешь на то, что ты лидер оппозиции, а не просто блогер, то ты должен говорить редко, но метко. Как вот ваш земляк, писатель Бабель написал, Бене говорит мало, но Бене говорит смачно. После того, как Бене закончит, хочется еще, чтобы он сказал. Это основной закон пиара. Простой, но простой по форме, но сложный по содержанию. А суетиться и без конца что-то молоть это глупо. Это только раздражает людей, то есть основа азбука пиара, она заключается в том, что вы должны сохранить свою группу поддержки и привлечь максимальное количество других людей. Группу поддержки Навальный пока сохраняет, ну и, наверное, будет сохранять, потому что это достаточно фанатичная группа. Но она небольшая, она же погода не делает. А других людей, как совершенно посторонних, так и сочувствующих более или менее, такими штуками не только не привлечешь, а оттолкнешь. Народ в России не слишком романтичный и не слишком сентиментальный. Сам факт, что Навальный в тюрьме, в общем, особых раданий публики не вызывает. Ну, такой и нейтральной публики. Ну, а дальше, как ты себя в тюрьме ведешь, надо уметь хранить гордое терпение. А если ты все время что-то такое качаешь права, причем по совершенно анекдотическим поводам, Коран тебе не дают читать. Ну, это вообще нормально. Что это вообще означает? Ну, как это воспринимает средний русский человек? Ну, склочник. Ябедник, склочник. Плохо воспринимает. Потом, то ты умираешь, голодаешь, там, Бог знает что, то на тебе Коран не дают читать. Ну, либо уж одно, либо другое, как-то выбрать надо, по-моему. Леонид Александрович, позвольте вот в порядке возражения и дискуссии привести следующий пример. Вот в Украине в 2011 году, летом 2011 года, Юлия Владимировна Тимошенко была посажена режимом Януковича в тюрьму. И не только Юлия Владимировна Тимошенко, но и за полгода до нее Юрий Луценко. Это еще один оппозиционер, настроенный против Януковича. Он при Ющенко, он был министр внутренних дел, а при Порошенко он уже стал генпрокурором. Ну, вот и посадили Луценко, посадили Тимошенко. Каждый день украинская оппозиция в Верховной Раде блокировала трибуну, выступала, прижали европейские политики. Они давили на Януковича, они пытались попасть в тюрьму к Юлии Тимошенко. Естественно, Янукович устраивал разные просто изуверские пытки в отношении Тимошенко. Ставил везде камеры. Потом это все было показано, как в камере Тимошенко стояли видеокамеры. И чуть ли не Янукович там следил, чем Юлия Владимировна занимается. Но это уже проблема психики Виктора Януковича. Я говорю о другом. Просто у украинской оппозиции был маневр. Как они могли себя вести? Блокировать трибуну, выступать, оппозиционной канал и так далее. А что есть у Алексея Навального? По сути, он один на один с системой. А какой еще можно создать пиар-повод в тех условиях, страшно, в которых он находится? Просто молчать, так о нем забудут. Вот есть пример Михаила Ходорковского, вспомните. Вот он сидел и зарядка писал письма, вступал в открытую полемику с какими-то российскими писателями, публицистами, общественными деятелями и все. И так продолжалось в течение 10 лет. Понятно, что у Алексея Навального этих 10 лет нет. Так что же ему тогда делать? Молчать. Молчать. Показывать стойкость, терпение. Молчать. Знаете, есть такое выражение, иногда лучше жевать, чем говорить. Иногда лучше молчать, чем говорить. Если ты молчишь, а тебя забудут. Да, многие забудут. Многие не забудут. Имя кто-то забудет и кто-то будет помнить. Но во всяком случае, твои сторонники, которые при тебе остаются, они могут сказать, что перед нами стойко. Человек, который ведет себя абсолютно, твердо, просто достойно. Не разменивается на мелочи. Молчит, не гнет спину, терпит. И никто не сможет сказать, что перед нами склочник, кляузник, что он все время создает информповоды. Люди не любят слово информповоды. Им кажется, людям кажется, что если политик создает информповоды, то это игра, что он ими манипулирует. А если он информповоды не создает, то это не игра, он ими не манипулирует. Это глупость, скажем, полная. Манипуляция отнюдь не сводится к информповодам. Но у людей такое впечатление. Да, сидеть в тюрьме плохо. Да, когда ты сидишь в тюрьме, тебя забудут. Да, это не увеличивает твой капитал моральный. Но ты же добровольно пошел в эту тюрьму. Ты же знал, что тебя ждет. Я думаю, что Навальный как раз не знал. Он совершил чудовищную ошибку. Страшную чудовищную ошибку, что он приехал в Россию. Я об этом тысячу раз говорил, могу повторить. У него был паршивый выбор. Очень паршивый. Он высоко взлетел, необыкновенно высоко. Его раскрутили. О нем говорили все западные СМИ. Там он ручкался с Меркель, выступал в парламенте. Необыкновенно высоко взлетела его пиар-капитализация. Если он при этом остался бы за границей в Европе, то она бы начала потихоньку схлопываться. Потому что иммигрант – это всего лишь иммигрант. Постепенно он бы опустился до уровня Ходорковского. При том, что, естественно, никаких денег Ходорковского у него нет. И следно создать организацию, как Ходорковский, он не может. Это очень плохо. Это безумно обидно. Это очень тяжело. Это очень паршивая ситуация. Поскольку у каждого известного человека, так же, как у каждого начальника, есть группа поддержки. Фанаты, халуи, сторонники, прохиндеи, самые разные люди, то они тебя лижут с утра до вечера. Что значит лижут? Они тебя льстят. Они тебе врут. Они тебе говорят то, что тебе приятно слышать по их понятиям. Вот они тебе врут, что когда ты приедешь в Россию, тебя не посмеют посадить. Что народ, ну не народ, ну часть народа, ну твои сторонники выйдут на улицу, выйдут на площадь, что будут великие волнения. Тебе хочется так думать. Тебе это долдонит со всех сторон с утра до вечера. И ты покупаешься на это. Зализывают не только начальников. Понятно, что Путина зализывают с утра до вечера. Даже не Путина зализывают, а улицу, дорогу, по которой он идет, лижут языками с утра до вечера. Но зализывают не только начальников. Формальных начальников, чиновников. Зализывают и оппозиционеров. Вот Навальному лизали, лизали. Я так думаю, и залезали. И он в ситуации, когда очень не хотелось оставаться за границей, очень не хотелось терять капитализацию, сделал страшную рукавую ошибку. Он приехал в Россию. Ошибка была в том, что он преувеличил эффект своего возвращения, в том, что он не верил, что его посадят, ну и так далее, его посадили. Я думаю, что для него это была страшная фрустрация. Страшная фрустрация. Он думал с размаху войти в дверь, а он не вошел в дверь, а врезался. Не вошел в открытую дверь, а врезался в закрытую дверь. Набил себе шишек. Это очень тяжелая, драматичная ситуация. Что делать? Как говорится, таки плохо. Но если ты сидишь молча, терпишь и так далее, то количество твоих сторонников не увеличится. Отнюдь. Нет. Оно будет уменьшаться. Но уважение к тебе как к стойкому, как к твердому, неподвижному и так далее, и так далее, несгибаемому человеку, молчаливому, твердому, несгибаемому, уважение к тебе будет увеличиваться. У тех, кто останется. Если же ты все время, значит, создаешь информповоды, то ты при информповодах и останешься. Ты раздробишь уважение к себе. Разобьешь, раздробишь. Я человек немолодой, я хорошо помню ссылку Сахарова. Я прекрасно помню, как люди, самые обычные люди, не злые, не плохие, реагировали на голодовки Сахарова. Это сейчас принято считать, что прям все, ну, кто знал, кто интересовался, прям все содрогались от волнения и безумно сочувствовали. Это неправда. Это совершеннейшая неправда. Ведь голодовки Сахарова были за то, чтобы его приемного сына выпустили в Америку и к этому приемному сыну выпустили его жену, любовницу, там, не важно. За то, чтобы его жена могла поехать лечить глаза или там еще зубы, что-то в Италию. У каких-то людей это, конечно, вызывало сочувствие. Но у многих людей это вызывало раздражение. Что такое вообще? Из-за того, что любовница его, пасынка, не может поехать в Америку, весь мир на ушах стоит. Голос Америки там разрывается и так далее, и так далее. Чтобы его жена поехала зубы лечить в Италию, чуть не мировая проблема. Да вы что, ребята, охренели, что ли? Так говорили многие, самые обычные люди. Еще раз повторяю, не какие-то злые, не агенты КГБ, не ненавистники Сахара, а просто самые обычные люди. Люди вообще не самые добрые, отзывчивые и наделенные великой эмпатией существ. А если бы они были такими, то у них была бы другая история, другие лидеры, другие политики и так далее. Люди – это люди. Разжалобить их трудно, а вызвать насмешку легко. Добиться, чтобы они тебя сочувствовали, надо прилагать большие усилия. А добиться, чтобы они просто прошли мимо тебя, никаких усилий прилагать не надо. Да и так пройдут. Поэтому это очень трудная, очень тяжелая, очень тяжелая работа. Молчать и мучиться. Но, к сожалению, для Навального он попал в такое положение. Что тут поделаешь? Я думаю, что в этом положении, еще раз повторяю, он выбрал неверную тактику. Ну хорошо, Леонид Александрович, может быть, Алексей Навальный исходит из необходимости стать занозой у Путина, чтобы Путину в один момент просто стало дискомфортно держать Алексея Навального в тюрьме. Он же знает прекрасно опыт Михаила Ходорковского, который спокойно сидел в тюрьме. И, в общем-то, Путин эту ситуацию устраивал в течение 10 лет. И только перед Сочинской Олимпиадой и при посредничестве Германии он выпустил Ходорковского. Явно Навальный не планирует в ближайшие 10 лет сидеть в тюрьме. Значит, он пытается создать ситуацию дискомфорта, когда бы Путин просто из-за набора таких колких, каких-то информповодов, когда постоянно Путина будут возить апостолов из-за темы Навального, он будет вынужден, по крайней мере, или выслать Навального, или что-то с ним сделать. Вы правильно говорите, что, естественно, Навальный никогда не подаст самопрошение о помиловании, потому что это будет означать политическое самоубийство. Но чтобы заставить Путина, условно говоря, избавиться от Навального, но это он может попытаться сделать? Можно. Если Путина посадят в одну камеру с Навальным, то тяжелые проблемы Навального станут тяжелыми проблемами Путина. Это точно. И даже если Путина назначат надзирателем в ту тюрьму, где сидит Навальный, то жалобы Навального станут большой проблемой для Путина. Но до тех пор, пока Путин немного отделен от Навального и не подозревает о его жалобах, просто не подозревает, это не есть для Путина большая проблема. А если ему один раз в месяц говорят, что Навальный за этот месяц написал 10 жалоб, я при этом разговоре не присутствую, но я могу предположить, какая реакция у Путина. И вы можете предположить. Знаменитая путинская улыбка, улыбка Джоаконды. Улыбка Джоаконды. Она хорошо известна всему миру. Поэтому некоторые приятные ощущения он от этого получает. Путин человек уж точно не добрый. Я не считаю его Чикатилой, Гитлером, каким-то маньяком, всю чушь собачьей. Он обычный человек. До масштабов Чикатилы или Гитлера, ему как до масштабов Эйнштейна или Леонардо, он самый обычный человек. Но он человек недобрый. Он человек явно, явно с мизантропическими и садистическими наклонностями. Еще раз повторяю, садистические наклонности, это не значит, что он режет детей на куски и так далее. Но наклонности такие у него есть. И поэтому то, что он ловит кайф, когда ему там раз в месяц или раз в два месяца рассказывают о том, как Навальный дергается, ну, доставляет Путину бесплатное удовольствие. Путин любит играть в кошки-мышки. Ну, разумеется, когда он кошка. Но из ситуации, когда он играл в кошки-мышки в роли мышки, он вышел лет 30 назад. Вот, значит. А играть в кошки-мышки в роли кошки ему нравится. Далеко не всем это нравится. Я бы, например, не хотел играть в кошки-мышки в роли кошки. Поэтому я не кошка. А Путин кошка. И ему эти игры доставляют удовольствие. А что ему кто-то будет понять на Западе, это отдельное удовольствие. Отдельное для Путина удовольствие. Так что ситуация с Навальным, кроме удовольствия, ему ничего не доставляет. Но это небольшое удовольствие. У Путина, как говорится, много других радостей. Но некоторую радость он получает. Леонид Александрович, долгое время говорили о том, что Путин, выбирая между врагами и предателями, хуже всего относится к предателям и более снисходительно к врагам. Ну, Навального вряд ли можно назвать предателем, потому что, собственно, у них никогда не было никаких взаимоотношений с Путиным. А Навальный – это скорее враг Путина. Так почему же в данном случае Путин не проявляет снисхождение к врагу? Потому что он никогда ни к каким врагам никакого снисхождения не проявляет. Что я вообще случаю, когда Путин к кому-то проявлял снисхождение, с большим трудом могу вспомнить. Ну, разве что к Ходорковскому. Но это была особая ситуация. Ходорковский просил. Просил. А Навальный просить не будет. Ну, вот поэтому вся и разница. Путин, еще раз повторяю, человек очень обыкновенный. Масштаба невеликого. Но то, что он в меру своего невеликого масштаба пытается работать под Сталина – это точно. Как вы знаете, все знают это, ну, многие знают это исторический анекдот. По-видимому, это не анекдот, а правда. Что когда, значит, к Сталину пришел следователь, который вел дело Каменева и сказал, что вот признания нет, ну, там представлен произнес некую довольно длинную речь, я не буду ее воспроизводить, время нежелко. А закончил так. Идите и не смейте возвращаться, пока Каменев не приползет на брюхе с признанием в зубах. Вы меня поняли? Ну, вот. До таких масштабов Путину далековато. Нынче это не носит. Это вышло из моды. Но то, что садистические и мизантропические установки у него есть, это, я повторяю, в этом ни малейших сомнений нет. Леонид Александрович, вот когда Алексей Навальный приехал, если вы помните, на следующий день был опубликован его знаменитый фильм про дворец в Геленджике, который явно ужесточил и обострил взаимоотношения между ним и Путиным заочно, условно. Это мы понимаем, потому что этот фильм был нелицеприятен со всех точек зрения, особенно учитывая то, что там затрагивались личные семейные моменты, связанные с господином Путиным. А как вы считаете вообще, почему Навальный решился на публикацию этого фильма именно после своего приезда, например, это не сделал до приезда? Вообще мы как-то уже забыли, редко вспоминаем этот фильм, но до сих пор непонятно, вообще в чем стояла стратегия публикации этого фильма по его приезду. Вот вы теперь спустя три месяца понимаете, на что рассчитал Навальный? Я считаю, что это еще одна была. Теоретически представить можно. Он рассчитывал, как не очень хороший игрок, который, когда начинает проигрывать, он знает одно слово – дабл. Удваивать ставки. Навальный рассчитывал первый скандал, грандиозный скандал, что он возвращается. помножить этот грандиозный скандал на еще более грандиозный скандал с этим фильмом. Он опять очень переоценил. Это свойственно всем людям. Все люди переоценивают свои возможности, результат своих действий. Вы, наверное, переоцениваете, раз канал создаете. Я, наверное, переоцениваю, раз болтаю на этом канале. Ну и так далее. Все люди склонны переоценивать эффект своих действий. Да, но здесь разные ставки, Леонид Александрович. Одно дело – работа и комментирование для канала, другое дело – ставка на жизнь. Правильно? Поэтому я ни на что не претендую, не знаю, на что в этой жизни претендуете вы. Я вот ни на что не претендую, просто пенсионер. А Навальный претендовал на то, что он лидер России. За такую ставку, в такой игре ставка является жизнь. Вот как был такой польский сериал «Ставка больше, чем жизнь». Глуповато звучит, но это действительно так. Ну вот, он рассчитывал, по-видимому, возвести в квадрат скандал, рассчитывал на такой оглушительный пиар-эффект, что в обстановке вот такого скандала, вот такого пиар-эффекта, вот такой раскрутки, Путин не посмеет его посадить. Это как еще один исторический такой анекдот или не анекдот, это кажется правдой. Герцог Гис во Франции в 16 веке, один из организаторов «Барфоломейской ночи», его, как известно, в конце концов убили и перед смертью его предупреждали, что его убьют. И он вроде бы ответил «не посмеют». Это очень типично для политиков. Очень многие люди искренне верят, что не посмеют. А они берут и смеют. Навальный видел свою, по-видимому, защиту вот в таком сверх грандиозном скандале. Это одно. А второе, это был тупик. Это был тупик его деятельности. Дело в том, что Навальный пошел по линии наименьшего сопротивления, но, с другой стороны, единственная возможная линия. Я имею в виду следующее. Разоблачительные фильмы, рассказы про то, как живут всякие там Сечины и прочее Усмановы. Это опасное занятие, трудное занятие, но, в общем, это легкий кусок хлеба, пиаровского хлеба. Расчет на то, что люди завистливы, у них есть чувство справедливости, чувство зависти, чувство сравнения, много разных чувств. И когда вы делаете такие фильмы, вы бьете, как говорится, в безусловный рефлекс. И на этом вы очень много зарабатываете очков, пиаровских очков. Правильный расчет? Абсолютно правильный. Абсолютно. Но есть одно но. По этой лестнице нельзя бежать до неба. Разоблачил ты Усманова, следующим ты должен разоблачать Сечина. Разоблачил ты Сечина, следующим ты должен разоблачать Медведева. То есть, надо все время поднимать ставки. Ты не можешь после разоблачения Сечина разоблачать какого-нибудь там среднего бизнесмена. И Навальный по этой лестнице, поскольку он шел очень удачно и очень крупными шагами, он довольно быстро дошел до верха. А вверх это Путин, а что дальше? Он был вынужден следующим ходом разоблачать Путина. Потому что, если ты разоблачаешь коррупцию, разоблачаешь взятки, разоблачаешь все такое, то последний шаг это разоблачение Путина. Он был должен этот шаг сделать. Но здесь возникает следующая история. Ну, разоблачил ты Путин, а дальше кого? Господа Бога? Папу Римского? Так народу это неинтересно. Где твоя политическая фишка после того, как ты разоблачил Путина? Вот чем заморочек. Этой фишки у него не было. Как и исчезнет. Но был расчет, может быть, был расчет, что разоблачение Путина вместе с возвращением Навального вызовет просто взрыв, такой психологический взрыв в России. И в этой ситуации Путин его посадить не посмеет, а он, Навальный, оставшись на свободе, показав, что он сильнее Путина, сильнее Путин, вот я про тебя все, что мог, сказал, а ты в ответ что? Ничего, побоялся, не посмел меня тронуть. Значит, я в этом психологическом столкновении оказался сильнее. А если я оказался сильнее, это люди чувствуют, может быть, такими словами не сформулируют, но чувствуют. Ну вот, а тут выборы, пусть паршивенькие, пусть издевательские, пусть дурацкие, но все-таки выборы, выборы, Госдума. И ко мне начнет народ тянуться. Будь сильнее, и народ к тебе подтянется. Вот народ ко мне подтягивается. Ну и дальше, как говорится, как фишка лежит. Может быть, удастся кого-то большую фракцию в Думу провести, может, небольшую, но человек там 20, скажем, ну и так далее. Но все эти планы лопнули, все это, как говорится. Если они и были, я же понятия не было никогда. Но вы меня спрашиваете, как я это вижу, вот я это так вижу. Если такие планы были, то они получили. Леонид Александрович, до Навального разоблачительными фильмами и публикациями славился ныне покойный Борис Ефимович Немцов. Кстати, именно Борис Ефимович Немцов первый предложил такой жанр. Если помните, он в конце 2000-х годов публиковал самостоятельно из Владимира Милова ряд докладов, посвященных коррупцией Путина, ситуации в Сочи, с Газпромом и так далее. И, кстати, он также снимал фильмы про часы Путина и так далее. То есть, по сути, этот жанр начал Борис Немцов. И в какой-то момент ситуация сохранялась, при которой Немцов критикует Путина. Путин никак не реагирует, но наступила трагическая развязка. Борис Ефимович Немцов был убит. Как говорят, во многом сыграла реплика, сказанная Немцовом в Киеве во время вот этого конгресса интеллигенции в апреле 2014 года после аннексии Крыма, когда Немцов приехал, и он в адрес Владимира Путина высказался соответствующим образом, послал на, так сказать, несколько букв, и это якобы взбесило Путина. Там уже вот что-то произошло, и вот по факту Борис Ефимович Немцов был убит возле Кремля. Ну, с Немцовым как бы понятно, что стало той точке, что стало, скажем, развязкой ситуации. Вот в отношении Алексея Навального, он снимал долго фильмы, он вел свой канал, он занимался этим фоном борьбы с коррупцией, ему давали баллотироваться на пост мэра Москвы, ему давали свободно выступать, изредка арестовывали, и так далее. Вы вообще понимаете, что подвело к вот этой трагической развязке, когда его попытались отравить, да, то есть, если мы берем отравление как некий переход в другое, в другое состояние взаимоотношений, как в свое время было убийство Бориса Немцова, да, так что подвело Навального к вот этому отравлению, к желанию власти перейти с ним в другую модель взаимоотношений? Понятия не имею. Я могу прокомментировать ваш спич. Во-первых, жанр разоблачений мягко говоря, не начал. Немцов его никто не начал. Все равно что сказать, что Немцов начал в жанр секса в России. Секс мы занимались до Немцова, до Немцова, при Немцове и после Немцова. Разоблачениями занимаются столько, сколько существует человечество. По-видиму, первые разоблачения были, когда вот в пещере там показывали шкуру, что вот, значит, вождь стырил там полшкуры, мамонта убили, а вождь полшкуры стырил. Поэтому ничего нового Немцов тут абсолютно, естественно, не произвел. Фильмы Немцова имели нулевой эффект, гораздо меньше, чем фильмы Навального. Ну, тогда просто интернет был послабее, смотрели меньше. да и потом Навальный или его команда проявили себя как талантливые журналисты, талантливые разоблачители, намного более талантливые, чем Немцов. Вот, ну, это так, реплика в сторону. Что привело трагическая развязка, это, знаете, обычно говорят, когда человека убьют, Навальный жив. Да, но его пытались убить. Его пытались отребить. Ну, это загадочная, на самом деле, история. То есть, чтобы никто не заорал, а, загадочная, значит, вы утверждаете, что его не убивали. Нет, его убивали. Но история загадочная по простейшей причине, потому что, если бы его хотели убить, как вы понимаете, его бы убили. И никакие яды фантастические, какие-то безумные, новички, старички, для этого совершенно не нужны. Просто подходят к человеку на улицу, дадут по башке и уйдут. Ну, для верности еще раз дадут. Наверное, с этой сложной работой как-нибудь смогли бы справиться, нет? Хитрые яды тут не требуются. Кстати, и участие ФСБ тут не требуется. Просто какие-то сотрудники ФСБ просят профессионалов этим заняться. профессионалов не на государственной службе. Профессиональных киллеров, профессиональных там еще кого-то эти делают свое дело и уходят. Вот и все. Именно таким образом были убиты многие известные нам люди. Кстати, немцов, которого убили не офицеры ФСБ и не офицеры ГРО, а какие-то наемные чеченцы, которые к ФСБ формального отношения не имели. Политковского убили какие-то бандиты, которые не составили на госслужбе. Просто к ним обратились и они свое дело сделали. Вообще киллеры это люди, которые убивают за деньги. Поэтому если бы Навального хотели убить, то ФСБ для этого абсолютно не требуется. Выходят на нужных людей, договариваются, они его тихо, мирно убивают и отваливают. Все. Вот вам все эти фантастические яды, новички, какие-то секретные институты. А уж рассказ о том, что бригада врачей, химиков и врачей ездила за Навальным, это просто бред сумасшедший. Они-то зачем ездили? Отдали яд, отдали то, чем убивают и все. Или у нас теперь врачи делают работу оперативников, когда по-видимому оперативники работали в химической лаборатории, так что это, пожалуй, похоже на правду. Если в химической лаборатории работали оперативники, то они сделали такой яд, а врачи, которые работали оперативниками, не смогли его как следует дать. В общем, я не знаю, что там было. То, что Немцова Навального отравили, это факт. Тут ни малейших сомнений быть не может. То, что его отравили по заказу российского государства, это тоже факт. Тоже очевидно. Зачем это делали? Почему это делали таким идиотским, но просто безумным способом? Почему это не смогли довести до конца? на эти вопросы у меня никакого ответа нет. Какое-то безумие. Да, но с другой стороны, Леонид Александрович. Я закончу. Единственный ответ, что это бюрократический хаос, что разные бюрократические организации занялись одним и тем же делом, наступали друг к другу на ноги, локтями пихались и так далее. Это единственное, что в голову приходит. Да, вы хотели что-то сказать? Я просто хотел следующее сказать. Ведь мы не знаем, вполне возможно, что на Бориса Ефимовича Немцова покушались и до 15-го года. И, кстати, он об этом говорил, он же временно, насколько я помню, даже уезжал из страны в 14-м году, потому что были сообщения о готовящемся о покушении. И об этом говорили его соратники, что он боялся за свою жизнь. Просто, может быть, условно, если бы не было того убийства, которое было в феврале 15-го года, когда его просто грубо убили из-за спины, было бы то же самое отравление. Мы же не знаем, может быть, в отношении Алексея Навального предпринимались попытки убийства, просто которые не были реализованы, тогда уже перешли к яду. Послушайте, но это весьма странное предположение. Навальный не министр, не олигарх, не вор в законе. Он самый обычный человек. Самый обычный. не чемпион мира по каратэ, а не и так далее, и так далее. В чем проблема убить обычного человека? Кто-нибудь может это объяснить? Еще раз повторю, самого обычного человека. В чем проблема его убить? В чем тут может быть проблема? В сотый раз. Вот он идет по улице, к нему подходит прохожий, или два прохожих, или три прохожих. говорят, дай закурить. Или ничего не говорят. Просто один ударил его ножом, другой добавил и ушли. Все. Это что? Некая сложность? В чем тут сложность? В России перебили, в том числе и в 2000-е годы, такое количество людей. И людей, как говорится, не чета Навальному. На нашей памяти убили Хасана и Пончика. Кто не знает, Хасана и Пончик это знаменитый вор в законе, крестный отца русской мафии. Чем они отличаются от Навального? Тем, что у них огромная охрана. Тем, что они кожей чувствуют опасность за свою жизнь, за 25 посадок в тюрьму и сами убив немеренное количество людей, они опасность чувствуют кожей на расстоянии. У них гигантская охрана. Это помешало их убить? Нет, не помешало. И никакого яда для этого не требовало. Это был яд под названием винтовка Драгунова или еще что-то такое. Ну ладно, в общем, короче говоря, повторяю, история с попыткой убийства Навального это какая-то фантастическая история, абсолютно для меня необъяснимая ничем. идиотский ответ. Это сделали так сложно для того, чтобы не было следов. А почему не должно быть следов? Ну да, след, дырка в голове, нож в животе, и что? Что дальше? Тогда в этом убийстве обвинят Путин. Почему? С какого переполка? Ни больше, ни меньше, чем в отравлении яд. Тогда надо вести следствие. Ну да, надо вести. И что? В чем проблема? Почему его нельзя вести? Его можно вести. Вот убийца нашли. Убийца Немцова. Нашли? Нашли. А заказчика нашли? Не нашли. Почему не нашли? Ну потому что заказчиков никогда не находят вообще. В чем проблема? Ну ладно, это, так сказать, отдельный эпизод. Но вы задали другой вопрос, правильный вопрос, и довольно интересный вопрос, на который у меня ответа, естественно, нет. Почему столько лет позволяли, а потом вдруг сказали, нет, хватит, теперь будем травить. У меня нет ответа на этот вопрос. Единственная гипотеза, которая возникает, самоочевидная, кстати, заключается в том, что Навальный, естественно, не мог делать свои расследования просто из интернета. Это сказка. Они все время объясняют, что они ни с кем не связаны, что они просто в интернете, просто, значит, пользуясь открытыми сведениями, получают информацию. Отчасти это правда. Действительно, если вы умело пользуетесь открытыми источниками, то вы можете много найти. Это правда. Например, во всех разведках мира 90% информации получают не с помощью Штирлицов и прочей глупости, а просто из открытых источников. А уж часто тем более. Это верно. Но, тем не менее, по условиям работы в России и с точки зрения той же самой безопасности и все-таки ваш лоцман в море информации. Вот реклама такая есть, по-моему, на каком-то радио. Может, на Эхо Москвы, может, на каком-то другом. В море информации все-таки нужен лоцман. Короче говоря, мне кажется, намного более вероятным предположение, что Навальный имел дело с разными чиновниками из администрации президента, чем предположение, что он действовал чисто на свой страх и риск. Когда говорят, что он имел дело с разными чиновниками из администрации президента, многие демократы начинают трястись и кричать, что это клевета, что это ложь. Почему клевета? В чем тут клевета? Что тут клеветнического? Что тут позорного для Навального? Он политик. Он обязан. Работа политика заключается только в том, чтобы иметь дело с другими политиками. Если бы он был монах-проповедник, то тогда он мог бы действительно быть абсолютно одиночкой. Вот хожу и проповедую. И то у него всех это так получается. Но он не монах-проповедник и не претендовал на эту роль. Он политик. Совершенно естественно, что он должен был иметь дело с другими политиками. Ну а дальше логика выстраивается простая, если он имел дело с другими политиками. Возникали конфликты. До поры до времени они его прикрывали. Потом где-то он перешел черту. Какую-то, какую мы не знаем. Кого-то пихнул. От кого-то отказался. Кого-то кинул. Кто-то его кинул. Ну, короче говоря, кто-то какие-то обязательства нарушил. Ну вот и все. И решили отравить. Хотя в сотый раз повторяю, почему решили вот так отравить. Даже возникает такая совершенно безумная гипотеза, что решили все-таки травануть, но не добить. Ну это вообще бред какой. Как можно рассчитать яд по микронам? Зачем травить, но не добивать? Зачем провоцировать этот всемирный скандал? Ну это, ну в этой истории все настолько абсурдно, настолько не по-людски, что понять ничего не знаю. Я, по крайней мере, не в состоянии. Ну и, Леонид Александрович, добавлю, даже абсурдно то, что его отпустили тогда летом вылететь в Германию, пусть он был в коме, но его же Россия могла не выпускать. Но тогда его взяли, выпустили и понимали, что он, скорее всего, не вернется. То есть тоже здесь какая-то нелогичность. Если вы хотите убить, чего же вы выпускаете тогда? Нет, это как раз вполне логично. Если они были уверены, что он не вернется, ну и черт с ним. Бабы с воздуха были легче. Я думаю, что чиновники ФСБ, администрации президента были уверены и правильно уверены, что если он останется за границей, то все, обнулился. Одним Ходорковским больше. Будет Каспаров второй свежести. Это как раз абсолютно логично. Избавились и избавились. Неприятным сюрпризом было именно то, что он вернулся. Леонид Александрович, знаете, я брал сегодня интервью одного оппозиционного политика. Не буду называть, какого оппозиционного политика, потому что мы не обсуждали личности. Тут главная тенденция. Я себя словил на мысли, что российская оппозиция, я не про все говорю, но по крайней мере часть, она эксплуатирует сам образ своей оппозиционности. То есть она в принципе не заинтересована в том, чтобы когда-нибудь взять власть. То есть она превращается в некую такую попсовую оппозицию, которая готова давать интервью, которая готова ездить на Запад, которая готова, чтобы ее там принимали. То есть она всячески эксплуатирует свой вот этот вот квази-оппозиционный статус. У нее вообще правильное впечатление складывается? Вот вам изнутри как видится? Ну, это очевидно, по-моему. Это просто банально. А какая они оппозиция? Кто у нас оппозиция? Какая у нас оппозиция? Это надо разделить две проблемы. Проблема первая. Личные качества людей, имя которых вы не хотите назовывать. Вторая объективная ситуация. В условиях, когда нет выборов, не может быть оппозиции. Политическая оппозиция в современном смысле, в условиях, когда нет выборов, быть не может. Могут быть или террористы, ну, более или менее мягкие террористы, не обязательно те, кто взрывают вокзалы. Ну, люди, которые призывают к гражданскому неповиновению, к забастовкам, которые там то, сё, пятое, десятое. Системно, открыто, грубо, физически нарушают закон. Это позиция number one. Или трепачи, которые снимают языком, зарабатывают деньги. Точно так же, как их зарабатывают казенные трепачи восстанки. Вот и всё. Это блогеры, это ворчуны, это болтуны, это грантаеды, это... Ещё раз повторяю, это объективная ситуация. Те же самые блогеры, грантаеды, болтуны, самопиарщики и так далее, в ситуации, когда была бы политика, то есть выборы. Что такое политика? Политика – это выборы. В современном понимании слово политика равняется слову выборы. В России выборов нет. просто нет. А, да, есть ещё третья возможность. Не, значит, не террористы и не политики, а классические диссиденты, советские диссиденты, которые, естественно, ни о каких выборах не думали, поскольку их тоже не было. Оппозиция, они, естественно, не являлись, но и террористами они, понятное дело, никакими не были. Это были советские диссиденты. И, в общем, в сущности, современные оппозиционеры – это те же самые диссиденты, но есть разница. Диссиденты, ну, по крайней мере, поначалу, не заработали на этом деньги и действительно рисковали очень сильно. Хотя сейчас режим в России все ужесточается и ужесточается, но по-прежнему до сих пор в России можно болтать, писать, выступать и так далее, не боясь, что тебя за это посадят. Есть черточки, все примерно чувствуют, где эта черта. Если ты их перешел, то могут посадить. Если ты их не перешел, то ты можешь болтать, проклинать Путина, там, нести в любую пургу, без вопросов. Да, это пространство, безнаказанной диссидентности все время сжимается. Ну, просто по закону бюрократической системы. Да, по закону любой системы. Согласно первому закону Ньютона, тело, предоставленное самому себе, сохраняет состояние покоя или равномерно прямолинейного движения. Бюрократическая полицейская система, которую ничто не сдерживает, равномерно, прямолинейно катится вперед. Каток катится вперед. Медленно, но катится. Поэтому пространство разрешенной безопасной диссидентской свободы все время сжимается, но незначительно. Поэтому можно быть, так сказать, диссидентом, ничем не рисковать, молоть языком, мотаться по заграницам, получать гранты, воображать себя храбрецом, и так далее, и так далее. Но это описано тысячекратно в Иссуале Лоханкин, значит, слесарь-интеллигент Полесов из 12 стульев, и так далее. Я не считаю, что эти люди должны вызывать злобную иронию, и так далее. Ну, почему? Они люди, как люди, занимаются каким-то делом не самым приятным, не самым почтенным, наверное, быть зубным техником, более почтенное дело. Но с другой стороны, ну, это пиар, журналистика, ну, да, вот такая работа. Единственное, что в этих людях неприятно, мне, например, это неадекватный пафос, когда они там действительно всерьез себя сравнивают бог знает с кем, и всерьез воображают, называют себя оппозицией. Ну, какая вы оппозиция? Вы не можете быть оппозицией, если нет политики. Но нельзя плавать, если в бассейне нет воды. Это не ваша вина. Воду туда, воду оттуда выкачали не вы. Но если вы стоите на берегу и размахиваете руками, то устраивать при этом чемпионат по плаванию довольно глупо. Вот, это не их вина, еще раз повторяю, но ролик, конечно, дурацкая, ну, что говорить. Среди них много людей неприятных, страшно агрессивных, но не агрессивных не в отношении опасных людей, как вот Путин, там, ну, Путин, ладно, Путина ругать любой дурак может. Путин высоко, далеко, ему на тебя наплевать, он до тебя не дотянется. Но более опасно ругать чиновников средней руки, которые действительно могут разозлиться и понаделать те гадости, это точно. Кстати, чем занимался Навальный, постоянно обижал реальных людей. А эти, значит, друзья оппозиционеры, они ругают Путина, что абсолютно безопасно, болтают какую-то Акалесину, что еще более безопасно, а всю свою агрессию они выливают на людей безобидных и достижимых. Ну, вот как я, например, у меня был такой эпизод, что меня травили коллективно, там, Демшаза меня коллективно травила. Ну, почему меня травили? Ну, потому что я беззащитный и безопасный человек, что меня не травить? Дело нехитрое. Ну, конечно, это симпатии не вызывает. Я понимаю мотивы, но симпатии это не вызывает, и не только потому, что мне, как любому человеку, не нравится, когда его травят. Естественно, своя рубашка ближе к телу. Но, если бы точно так же травили других людей, которые, в общем, ничего плохого-то вам не делают, и единственная причина, почему вы их травите, что они вам ничего неприятного, ничего опасного сделать не могут. Ну, это довольно стыдное занятие. Коллективная травля от имени свободомыслящей интеллигенции. Довольно постыдное занятие. Хотя, конечно, бывают занятия гораздо более постыдные. Так что, уж совсем-то постыдным я бы эту чепуху не назвал. Леонид Александрович, я вспоминаю, несколько лет назад Антолий Борисович Чубайс выходил на дебаты с Алексеем Навальным, и в общем-то Чубайс на тот момент и до сих пор представляет такую коллективную российскую власть, один из ее столпов лиц. И тем самым он как бы выходил на дебаты с Алексеем Навальным, очевидно, эти дебаты были санкционированы в тот момент, когда сам Путин, он в упор отказывался произносить фамилию Навальный. Вот Навального посадили сейчас, а Чубайс, он, я обратил внимание, практически не высказывается ни на какие актуальные темы, он лишь пытаясь, он лишь обсуждает, скажем, более давнюю историю России, 90-е годы, он как бы делает какие-то акценты с прицелом на нынешнее время. А вот у меня вопрос даже не столько о Чубайсе, а в целом о системных либералах, как и принято говорить. неужели нет ни одного человека, калибра Чубайса, который не мог бы зайти к тому же Путину и просто его остановить, поскольку, ну, очевидно, что, вот смотрите, Чубайс, он же по большому счету государственный, государственный, который в 90-е годы был сыт по горло гусинскими, березовскими, потому что он считал, что тогда березовские, они разваливали государство. И поэтому он, собственно, поддерживал Путина в конце 90-х годов. Сейчас объективно то, что делает Путин, оно идет во вред российскому государству. Почему никто из них не зайдет и не попытается остановить Путина в его политике? Странный вопрос. Вы сами на него ответили, я не понял, в чем вопрос. Вы сами сказали, Чубайс чиновник. Вы много знаете чиновников, которые ходят ругаться со своим начальником? Я таких не встречал. Чубайс просто чиновник. Да, он очень богатый чиновник. Но в России много богатых чиновников. Чубайс даже, наверное, не самый богатый среди них. Да, у него есть связи на Западе. У многих есть связи на Западе. Да, он чего-то о себе воображает, что он историческая фигура. Но воображай, кто тебе мешает. Воображай дальше. С какого перепугу он будет ломать себе шею? Ради Навального, что ли? Или ради российского государства? Таких дураков просто нет. Государство это абстракция. А Путин это явление вполне конкретное. Начнем с того, что я думаю, что Чубайс, если видит Путина, то один раз в год. Но даже вот в этот один раз в год, когда он его видит, начать ему втюхивать, что бы то ни было, что неприятно Путину чиновник этого не может делать. Работа чиновника заключается в том, чтобы угадать желания начальства и с блеском в глазах и со слезами на глазах сказать, насколько это прекрасно, гениально и замечательно. И как он готов живот положить за то, чтобы эти желания начальства выполнить. и хотя начальник знает, что чиновник врет, и чиновник знает, что начальник это знает, но это не имеет никакого значения. Это правила игры такие. Вот и все. А поднимать хвост что он больной? Единственная позиция, которую чиновник может занимать, она известна. Она всем известна. Ваше Величество, позвольте вам возразить. Вы назвали себя выдающимся человеком, это неправда. Вы солгали. Вы же знаете, что вы гений. И я это знаю, и все это знают. Поэтому зачем тут ложная скромность? не нужна. Вот это правда. А когда в каком-то фильме значит чиновник говорит прямо обратное. Вы не гений, вы выдающийся, великий, но не гений. вранье. Такой чиновник на работе не засидится. Чиновник это Ха Луй. И полагаю, далеко не только в России. Леонид Александрович, вот последние несколько вопросов по поводу Юлии Навальной. Очевидно, на мой взгляд, один из расчетов Алексея Навального, когда он садился в тюрьму, он рассматривал для себя разные сценарии, он понимал, что это может занять достаточно много времени и он так легко не выйдет из тюрьмы. Почему мы не видим Юлию Навальную активной в российской политике, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу? Очевидно, что имея мужа в тюрьме, она могла бы претендовать на серьезные политические дивиденды, по крайней мере, ее могли бы, если не провозгласить, это пафосно сказано, выдвинуть, например, в лидеры оппозиции, дать ей какой-то округ, чтобы она шла на выборы под знаменем своего мужа, провести тот же вариант, что и с Тихановской, которая баллотировалась на пост президента Беларуси. Почему мы не видим какой-то активности со стороны Юлии Навальной? На мой взгляд, это было бы органично, если бы она проявляла какую-то активность, это, по крайней мере, как-то бы обосновывало сидение Навального в тюрьме. Послушайте, откуда же я могу это знать? Я эту самую Юлю видел несколько раз в интернете раз в пять. Что я о ней знаю? Ничего о ней не знаю. Но баллотироваться она никуда не может, это все глупости. Она могла бы теоретически баллотироваться только по округу. Ни одна партия не выставит никогда в жизнь. С партиями там было покончено, администрация мы с вами по-моему об этом говорили. Поговорил и с Явлинским. Явлинский и сам этого Навального не переваривает, а уж после Совета администрации говорить не о чем. Поэтому ни от какой партии она выставится не может. Она могла бы теоретически выставиться по округу. Но это полная туфта, потому что понятно, что ее подписи признают неправильными, ни такими, ни сякими. Ее признают иностранным агентом. В общем, никто ее не зарегистрирует. Говорить тут не о чем. А почему она не проявляет политическую активность? Ну, почему я знаю, почему она не проявляет политическую активность? Люди разные, одни проявляют, другие не проявляют. Я не хочу вдаваться в... У меня есть некие наблюдения, визуальные наблюдения по поводу того, как она себя вела и что она говорила. Но я считаю, что это некорректно и зачем мне вмешиваться в чужие личные дела и отношения. Юлия Навальная для меня абсолютно закрытый и уж совсем неинтересный персонаж. Знаете, еще женами политиков заинтересоваться. Вот. Единственное, с чем я не согласен, вы опять употребили слово оппозиция. Вот это вот невольно, я понимаю, что вы невольно это говорите, но ведь все дело в словах. Политика это пиар. Пиар это слова. Вот когда говорят все время, допустим, оппозиция, то у людей возникает ощущение, что да, это оппозиция. Ну и так далее. Слова, слова, слова. Так. Из слов что-то такое. теории родятся словами. Ну это Фауст. Вот. Слова. Вот в Украине положено говорить оккупация Крыма. И сразу всех образ оккупационные значит комендатуры, ищейки, патрули, партизаны, виселицы. Ну все понимают, что это ерунда. Но тем не менее эмоционально. И с точки зрения международного права все-таки аннексия. Потому что это не просто оккупированная чужая территория, она присвоена себе, поэтому это аннексия. Вот. Аннексия, это дело другое. Вот аннексия никаких ассоциаций не вызывает. Слово совершенно без соли. Без соли, без запаха. Аннексия, пожалуйста. А когда говорят оккупация, то сразу, я говорю, 42-й год, подпольщики, гестапо, овчарки, концлагеря. Понятно, бред, чепуха, ерунда. Но ассоциативный ряд возникает. Я просто как пример, на таких примеров без счета можно приводить. Ну вот Путина постоянно называют одни президент. Ну какой он президент? Ну с какого перепугу он президент? Царь и царь. А другие называют диктатор. Диктатор опять сразу, значит, определенный ассоциативный ряд. Может быть, правильный, может быть, неправильный. Это кому что нравится. Но ассоциативный ряд возникает. Те, кого вы машинально называете оппозицией, называют Путина фюрер. Ну опять все понимают, кто такой фюрер. Вот, значит, опять навешивается этот ассоциативный ряд. А это неправда. Ну какой он фюрер? У него что идеи есть, идеология есть, партия есть, фанаты есть. Он на стадион и собирает. Он куда-то людей зовет, провозглашает. Вот кто такой фюрер? Вождь. Вождь. А он просто главный чиновник. Главный чиновник и вождь, это, извините, совершенно разные профессии. Но слово фюрер звучит? Звучит. А главный чиновник вообще не звучит. Пресно, скучно, никак. точно так же сказать, ну я ворчун, брюзга, болтун. Честно? Честно. Вкусно? Нет, невкусно. Я оппозиционный лидер. Честно? Нечестно. Вкусно? Вкусно. Ну так вот, на словах все делается. Леонид Александрович, последний вопрос. Вы как-то наблюдали еще до того, как Алексей Навальный был посажен в тюрьму, что во время прямых дебатов со своими оппонентами Алексей Навальный выглядит достаточно бледно. У него очень слабая аргументация. Вот сейчас мы видим действия Алексея Навального в тюрьме. То есть, по сути, не носят такой хаотический характер. Нету никаких программ, не выстреливает никакая идеология. Ну, какие-то статьи за стенков, что называется, программная к оппозиции обращений. Вот этого ничего нет. По сути, сейчас, опять же, при всем понимании сложности Алексея Навального, но нету никаких, то есть, вся его риторика, она сосредоточена на я, 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 я. При этом, мало что, мало от него исходит мы. Да, это тоже достаточно странно в преддверии выборов и так далее, и так далее. Не кажется ли вам, что вот эта вот ситуация на лишний раз доказывает ваш же тезис о том, что у Алексея Навального, как оказалось, вообще нет никакой программы, нет никакой идеологии, и следовательно, когда сейчас он лишен возможности снимать свои антикоррупционные фильмы, ему просто нечего делать. да, нечего. Это не очень хорошо говорить, потому что человек в тюрьме сидит, но с другой стороны, если спрашивать, я отвечаю, пребывание в тюрьме, это же не индульгенция от всех, значит, вопросов. Я сочувствую любому человеку, ну, кроме убийц, насильников, там, и так далее, который сидит в российской тюрьме. Да, я думаю, что даже в швейцарской тюрьме это удовольствие ниже среднего, а уж в российской это просто очень тяжело. Да, это не ГУЛАГ, но это очень тяжело. Поэтому человек, который сидит в тюрьме, вызывает у меня по определению сочувствие, также человек, который болеет, скажем, который инвалид, там, и так далее. Но если вы спрашиваете, то я не вижу причин не отвечать. Посадка, это в каком-то смысле, конечно, момент истины. Когда Навальный был на свободе, он был не один, с ним была команда, и понять, где его личные усилия, а где усилия команды, было невозможно. Когда он оказался в тюрьме, он один. И мы видим, что он может один. Да, кто-то скажет, что это сеанс черной магии с полным ее разоблачением. Это, наверное, жестоко, так говорит. Наверное, в этих словах есть какой-то элемент злорадства. У меня никакого злорадства нет. Абсолютно. Еще раз повторяю, я действительно сочувствую каждому человеку, который не за убийство, не за изнасилование, не за какие-то ужасные вещи, сидит в тюрьме. Сочувствую. Амбиций у меня никаких нет. Поэтому мне нет элементов хоть какого-нибудь микроскопического сравнения. Мне с Навальным сравниваться не в чем. Вообще. Но, поскольку вы спрашиваете, я вам отвечаю. Да, в тюрьмах разные люди сидели. По-разному они там время проводили. Ленин там книжки писал. Гитлер там книжки писал. Но не только, и Троцкий писал, и Мопотин, как Троцкий себя вел. Ну, по-разному люди в тюрьмах себя вели. Нельсон Мандейла там и так далее, и так далее. По-разному. Навальный сидит недолго, прошло всего лишь два месяца, посмотрим, может быть, он постепенно, значит, как говорится, возьмет себя в руки и перестанет мельтешить. Пока что он, с моей точки зрения, очень сильно мельтешит. И потом, вообще-то, как-то странно, то он болеет, чуть не умирает, то он голодает, то он возмущается, что ему Коран не дают, то он возмущается какие-то статьи там в новой газете, не в новой газете. Ну, как-то слишком много всего. Если ты болеешь, то, наверное, тебе все-таки не до новой газеты и не до Корана, ты же все-таки неправоверный мусульманин, который физическое выздоровление находят в чтении Сур-Корана. Если ты не болеешь, то зачем было говорить, что болеешь? Если ты голодаешь... Ну, в общем, ерунда какая-то получается. Получается, что-то слишком много всего, какой-то сумбур вместо музыки. В тысячный раз прекрасно понимаю, что человеку в тюрьме очень плохо. И если бы речь шла об обычном человеке без претензий, без идеи, что он политический лидер, то вообще вопроса бы не было. Он борется за то, чтобы с ума не сойти и по возможности оттуда выкарабкаться. Хотя самое простое в таком случае написать покаянное письмо. Дяденька, я больше не буду, дорогой, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, это была страшная ошибка, я все понял, я раскаялся. Отпустите меня на все четыре стороны. Ну, в какой-то другой форме, конечно. Но если ты претендуешь, что ты лидер оппозиции, то для лидера оппозиции ты ведешь себя как-то не очень. Ну и кроме того... Если какие-то ваши слушатели на это гневно ответят, смотри, какой нашелся храбрый, он, сидя в мягком кресле, получает Навального. Друзья мои, я никого не получаю. Я бы сломался при аресте не в первый месяц, а в первую минуту. Как только ко мне подошли бы менты, я бы сломался сразу. И именно поэтому, потому что я-то себя знаю, я абсолютно ни на что не претендую, а уж меньше всего, на занятие любой политикой и любой, так сказать, оппозиционной деятельности. Но если ты претендуешь, то с тебя есть просто другой. Ну, Леонид Александрович, я даже не понимаю ваших периодических оговорок, потому что очевидно, что никто не оспаривает, что мы рядовые люди с абсолютно скромными претензиями. Но если человек претендует на роль значительного лица в политике, причем не просто, а в какой-то национальной политике, в мировой политике в любом случае, естественно, он сразу попадает в фокус и в том числе исторического рассмотрения, через такой исторический монокль. И, конечно, для Навального это определенный, как когда-то писал Стефан Свейк, звездный момент истории. Да, звездный момент истории. Для него это звездный момент. Ну, не могу вам еще один вопрос задать, я его не хотел задавать, но все-таки задам. Вот смотрите, долгое время Алексей Навальный себя позиционировал как такой русский, ну, если не русский националист, но человек, которому симпатизируют эта идеология. Он выходил на эти марши, да, это было давно, мы помним, как он высказывался во время российско-грузинской войны и так далее, и так далее. Но вот то, что я наблюдаю в последнее время, это его какое-то мельтешение, то он уже либерал, а то он, например, интересуется Кораном и так далее, и так далее. Вот это, это, конечно, очень хорошо, это правильно, и правильно читать священные книги, изучать, уважать, но я не могу это сопоставить с его политикой. Да, ведь он прекрасно понимает, что определенные его действия, которые он сейчас делает, они явно ему не то, что не добавят сторонников, но они даже и убавят сторонников. Вот зачем это все? А зачем он в Россию прилетел? Это умный поступок. Это очень глупый поступок. Очень глупый поступок. Но то был глупый, но храбрый поступок. А это глупые и нехрабрые поступки. Ну, бывает так, человек потерял лицо. Но это вот так было. Лицо – это вообще штука трудная. А уж тем более, если ты это лицо накачал, так, что у тебя вот ни морщин, ни мешков под глазами, а лицо? Лицо Цезаря. Накачал себе лицо Цезаря. Ну, хорошо, если оно тебе органично. А если нет? Плохо. Глупый поступок. Да, но он же понимает, что он дезориентирует своих сторонников. То есть он пытается одновременно достичь поддержки абсолютно во всех стратах общества. Я не понимаю этой логики. Ведь он как политик должен понимать, что нужно выкристаллизовать себе для начала какую-то группу надежных сторонников, а когда ты уже у власти, ты можешь делать все, что ты хочешь. Ну, сначала нужно туда добраться. Надежные сторонники у него, ну, надежные и ненадежные, но группа фанатов у него есть. Все эти Альбаци, Пархоменки там и так далее, и так далее на Эхе Москвы. Более тесно, более близко. Это его прямые сотрудники. Волков там, это самое, как и Соболь. Вот. Эти от него никуда не денутся. Они это, Навальный это их бизнес. Ну, может не только бизнес, может они его лично очень любят, там, уважают, я не знаю, какие у них отношения. Наверное, какие-то личные симпатии, антипатии. Вот. Эти от него никуда не денутся. Другая, более широкая группа сторонников, это не сторонники Навального. Это демшеза. Это люди, которые помешались на Путине. И для которых единственный критерий в жизни всего, красоты, правды, цели, это проклятие в адрес Путина. Проклинает Путина, значит, и умный, и честный, и храбрый. Недостаточно проклинает. Значит, трус, агент ФСБ, там, и так далее. Это группа довольно ограниченных фанатов. Ну, фанаты все ограниченные, да? Фанаты, там, футбольных клубов. Я вам уже, как-то мы приводили пример с этим черноморцем вашим. Ну, что они, не знают, что черноморец, команда, так себе, прямо скажем. Но ведь фанатеют, фанатеют. Ну, так и тут. За неимением других фанатеют. Поэтому сторонники, фанатичные сторонники Навального, они от него никуда не денутся, им деваться некуда. Другого символа противостояния с Путиным все равно нет. Его на заказ не сделаешь, не сошьешь. Илья Александрович, но он же понимает, что это узкая группа сторонников в виде Алексея Навального, умного человека. Он понимает, что это узкая группа сторонников, которая с ним будет всегда, даже на острове Святой Елены. А если говорить о широкой какой-то базе поддержки, зачем же ее было искать столько лет, чтобы сейчас обналить? А почему думаете, что он умный человек? У меня такого впечатления абсолютно нет. Я еще раз повторяю, его замечательные, талантливо сделанные, великолепные по исполнению ролики, я не знаю, где там его личный вклад, а где вклад его команды. Кроме того, бывают люди талантливые сценаристы, талантливые режиссеры, талантливые актеры, но совершенно беспомощные вне этой штуки. Ну вот, собственно, примеры его полемики. С кем он полемизировал-то, прости господи? С Чубайсом. С Чубайсом, с Ксюшей Собчак, с Стрелковым. Ну это что вообще? Сильные соперники? Ну, Ксюша, конечно, у нее язык подвешен. Она же пустая, как консервная банка. Чубайс, ненавистный всей России человек. Вполный по рукам и ногам своим статусом. Стрелков просто идиот. Но это трудно считать этих, значит, людей опасными соперниками. Но это продукт. Я, извините вас, перебью, я помню вот за месяц до его возвращения в Россию Алексей Навальный у него взял интервью Сергея Гуриев, известный доктор экономический, профессор сайенс-пода, это он возглавлял российскую экономическую школу. Так вот, ему Гуриев задавал вопросы, при этом Навальный на них не смог выразумительно ответить. То есть все, о чем говорил Навальный, это были абсолютно пустые общие фразы. Нужно реформировать судебную систему, нужно бороться с коррупцией. То есть за все хорошее против всего плохого. Но это же не идеология, это просто вот такой абсолютный поверхностный популизм. А вот это как раз не столь важно. Для того, чтобы привлечь публику, не нужны ученые диссертации. Вот это абсолютно не требуется. Нужно чутье, нужно разбираться в людях, нужно уметь делать то, что вот, значит, Вебер назвал харизмой. Тоже назвал это не от хорошей жизни, потому что толком объяснить, что это такое, невозможно. Большие ученые труды только мешают. Вот Ленин был гений политики, абсолютный гений. И ему только мешали его толстые книжки. Абсолютно не нужные. Это он отдавал дань глупой тогдашней моде, что, значит, социалист, философ должен книжки писать. Макулатура. Все эти его материализмы, империокритицизмы, просто макулатура, которая абсолютно никому не нужна. Только мешает. Вот. Вот Гитлер, ну, мало, конечно, симпатичная личность, чего уж там говорить. Абсолютное зло, как говорится. Но гений политики, ну, наверное, не бесталанный, прямо скажем, если он натворил то, что натворил. Но он же макулатуру написал. Толщенную макулатуру, которую никто прочесть не мог. Ее раздавали, значит, как обязательную. Но программа Носцевской партии, там, 23 пункта это называлось. Ее сам Гитлер не знал. Галиматья какая. Поэтому программы, это, в общем, дело совершенно не главное. Ум политика, это не сочинение толстых книжек и не сочинение дурацких программ, которые нужны только студентам политологических факультетов. Ум политика, это умение манипулировать людьми, харизма, огромная воля, огромная жажда власти. Ум. Но ум не ученого, кабинетного теоретика. Ум человека, который способен быстро и точно принимать решения. Вот что такое талант политика. Мне казалось, казалось, что у Навального есть одно качество политика. Воля к власти. То, чего абсолютно нет ни у кого в российской так называемой оппозиционной тусовке, то есть, у этих самых, значит, в Иссуале Флоханкинах. Никакой воли к власти у них нет. И поэтому они лепились, так сказать, у Наги Навального. Мне казалось, что это качество у него есть. Но, может, и его нет. Кто его знает? Пойди, проверь. Вот. А что касается того, что он мельтешит и делает одну откровенную глупость за другой, это факт. Но это не имеет существенного значения. Кто потом вспомнит, что он там понаписал? Про Коран, не про Коран? Кто это будет вспоминать? Кто? Биограф его, что ли? Это все не важно абсолютно. Ельцин пьяный с мостов падал. Ну и что? Ну, падал и падал. Это запомнили, и то никого значения не имеет. Запомнить могут одно, и вот это плохо. Не статьи про Коран. Ну и фиг с ними. Ну, одной статьей больше, одной статьей меньше. Ощущение. Мельтешит. Суетится под клиентом. Мельтешит. Мечится из стороны в сторону. Теряет лицо. А как он конкретно его теряет? На каком месте? Да какое-то имеет значение. Кто, когда вспомнит, кто что болтал, кто что написал? Ну, это абсолютно ерунда. А вот лицо теряется. Это, конечно, довольно опасно. Леонид Александрович, спасибо большое, что дали это интервью. С нами был Леонид Александрович Радзиховский, российский публицист. Спасибо, Леонид Александрович. Пожалуйста. Значит, смотрите.